Цаля, скажи, боулинг это спорт или просто развлечение? Я думаю, что все это развлечение все-таки. Но я предлагаю подробнее узнать у нашего корреспондента Стефана Филатова, который специально этому посвятил свой сюжет. Взял шар, бросил и если не с первого, то с пятого раза уж точно удастся сбить пару кеглей. Большинство людей относятся к боулингу как к развлечению. Однако в этой игре новичку нужно рассчитывать не на удачу, а на опыт друзей по команде или тренера. Виктор в игре уже больше 15 лет. За плечами десятки побед в престижных чемпионатах. Парень, как никто другой, знает, что боулинг начинается с правильно подобранной обуви. Для профессионалов подход и уход за ней особый. Для новичков правило одно – кроссовки не должны скользить. Каждый профессиональный игрок в боулинг пользуется исключительно шарами из собственной коллекции. Во-первых, дырки для пальцев сделаны здесь по индивидуальным размерам. Но, во-вторых, существует примета, что играя чужими шарами, выиграть намного сложнее. На каждом шаре цифра, которая, вопреки общепринятому мнению, отвечает не за размер снаряда, а за его вес. Такой подход обеспечивает маневренность для выполнения самых разных бросков. Для того, чтобы избить все кегли, у спортсменов есть 10 попыток. Тем не менее, сделать это можно и за одну. Такой успешный бросок будет называться страйк. А сделать его проще всего, попав в так называемый карман, который находится между первой и третьей кеглей. У меня пока что сделать это не получается. Тем не менее, для спортсменов опытных – это сущие пустяки. Обычный ли шар со смещенным центром тяжести? Удобное или нет расположение целей? Бросковая техника зависит от многих факторов. А звук сбитых кеглей – наилучшая награда как для новичков, так и для профессионалов. Это точно такой же азарт, как и везде. Надо просто уметь его словить, ну и, наверное, душой и телом в это поверить, заинтересоваться этим магическим движением шара по траектории. А самое главное, что боулингом может заниматься каждый. Это одна из любимых игр среди людей с ограниченными физическими возможностями. На первый крымский чемпионат приехали 15 команд со всех уголков полуострова. Все друг другу подсказывают, помогают, говорят, как, куда кидать, какое вращение, как подъезжать. Именно общение здесь, я думаю, самое главное. Развитие глазомера – поддержка тонуса мышц. Причин, чтобы попробовать себя в боулинге, множество. Неудивительно, что этот вид спорта набирает все большую популярность на полуострове. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня. Продолжение следует...